Больше 21 года он был генеральным директором у вас, вложил сюда душу, здоровье, знания, умения. Многие здесь, находящиеся в зале, пришли для него на работу, когда он был генеральным директором. Я думаю, мало кого осталось, которые помнят другие времена. Так что Газпромт, разгаз Казани, это в принципе Равкат Антолхович. Но все имеет свои пределы и у всего есть свой конец. У меня поручение от представителя правления Газпрома. В присутствии вас, руководства общества, вручить Равкат Антолховичу его благодарственное письмо. С 50-го года рождения родился в Уфе, покончил так же, как и Равкат Антолхович, Уфинский нефтяной институт. И с 92-го года, до настоящего времени, работал в Затрон Трансгаз Уфа. Прошел весь путь до заместителя генерального директора, первого заместителя генерального директора, главного инженера. Профессионал, работу свою знает. Равкат Антолхович у нас тоже человек очень достойный, очень амбициозный, очень требовательный. 21 год, мы вместе с первого дня с ним, я тоже приступил, только приступил на должности в 98-м году представителя правительства, он пришел. Конечно, если взять вот эту историю, значит, вот у нас старшие товарищи здесь, какой был Трансгаз и какая сегодня эта большая махина. Равкат Антолхович, он профессионал не только в газовой отрасли, он профессионал и в спорте. Равкат Антолхович, значит, лучшая волейбольная команда мира, это вот Анна Газпромовская во главе с Рафатом Антолховичем. Рафат Антолхович, значит, депутат, будущий депутатом нашего парламента, очень много сделал для тех территорий, где он был представлен. И по большому счету все наши крупные проекты, которые реализованы в нашей республике последние годы, это работа, слаженная работа системы Газпрома и республики. Здесь сейчас стабильный коллектив, но текучесть меньше 1%, что там говорить. Поэтому работать можно, налажено, поддерживать можно, что-то новшество. Я поэтому хочу сказать, поблагодарить всех вас, ветеранов здесь сидящих, всех моих коллег. В вашем лице передайте всем мои слова искренней благодарности, пожелать всем доброго, здоровья, благополучия, новых трудовых успехов и долгих-долгих лет счастливой жизни. Хочется сказать огромное спасибо Равкату Блухаевичу за тот фундамент, который он создал, за тот коллектив, который он воспитал, какие взаимоотношения выстроил с руководством региона. Это очень дорого стоит, и в таких условиях, наверное, мне будет гораздо комфортнее начинать работу, нежели Равкат Блухаевич начинал в 98-м году. Расскажите, наверняка вы работали под руководством Книжкова, как вы его запомнили? Это исключительно порядочный, исключительно деловой, очень энергичный. В общем, кроме положительного, у меня ничего, ничего вам сказать. Замечательно начинал. А по поводу нового руководителя Сманова? Я уже 5 лет как на пенсии, и я надеюсь, что плохого сюда не оставлю. Я думаю, это, по крайней мере, традиции продолжить.